МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Въезжают под запрещающий знак. Жители улицы Первомайская требуют наказать водителей больших грузов. Они нарушают правила дорожного движения. Чем закончилась история? Олень как объект страхования. В регионе может появиться механизм, благодаря которому кочевникам будут компенсировать ущерб, связанный с массовым падежом рогатых животных. Из школьников в студенты. Первые два вуза подвели итоги вступительной кампании. Они подготовят для Ненинского округа будущих врачей и даже техника. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! С главными событиями четверга в студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации впервые за 25 лет одобрила инициативу о проведении общероссийского референдума. Речь идет о народном голосовании, направленного против изменений в пенсионном законодательстве. Об этом сообщает информагентство РИА Новости. Так, в ЦИК поступило три вопроса, не противоречащих статье Конституции о референдумах. Все они звучат примерно одинаково. Суть одна. В случае, если референдум станет возможным, россиян спросят. Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижению которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся? Конец цитаты. Теперь для трех общественников, вопросы которых посчитали обоснованными, наступает время больших гонок. Ведь по закону им нужно зарегистрировать в ЦИК инициативные группы в 42 регионах страны, которые будут выступать за проведение референдума. Затем активисты должны собрать 2 миллиона подписей избирателей. Тот, кто первый выполнит все условия, сможет провести всероссийское голосование. Неоднозначное решение Ростелеком перевел своих клиентов, в домах которых заведен оптоволоконный кабель, на новый тарифный план игровой. Его скорость, как утверждают в компании, 50 мегабит в секунду, а вот мнение самих пользователей специалисты почему-то не спросили. То есть подключили тарифный план без разрешения горожан. Такие действия со стороны провайдера вызвали массу негатива, а клиенты Ростелекома откровенно недоумевают. Они говорят, старые тарифные планы с более низкими скоростями и абонентской платой их вполне устраивали. Теперь же за доступ в смирную паутину придется платить больше. Между тем, по словам некоторых наринмарцев, после подключения тарифного плана игровой, скорость интернета практически не изменилась, то есть заметного увеличения не произошло. И вот как эту историю прокомментировали в пресс-службе Ростелекома. Компания Ростелеком ведет работу по улучшению качества предоставляемых услуг связи и разрабатывает более интересные тарифные планы для населения. В августе 2018 года появилась техническая возможность увеличения скоростей доступа в интернет. В связи с этим 229 абонентов компании переведены с тарифных планов со скоростями 6, 10 и 30 мегабит в секунду на тарифный план игровой со скоростью 50 мегабит в секунду, предусматривающий бонусы в игре World of Tanks. При этом в течение двух месяцев размер абонентской платы останется практически на прежнем уровне. При существенном увеличении скорости доступа в интернет платеж увеличится всего на 50 рублей в месяц с 1550 рублей до 1600 рублей. По истечении двух месяцев абонентская плата тарифного плана игровой составит 2500 рублей в месяц. Там добавили, для того, чтобы вернуться на прежний тарифный план с более низкими скоростями интернета, абоненты могут обратиться к специалистам компании напрямую либо же позвонить по единому бесплатному номеру телефона провайдера. В Ростелекоме заверили, размер абонентской платы по старым тарифным планам не изменится, то есть останется на уровне сегодняшних дней. Деньги за пять минут или как влезть в долги на долгие годы. Все это так называемые микрофинансовые организации. Их деятельность накануне проверили координаторы федеральной программы «Народный контроль» партии «Единая Россия». Задача выявить недобросовестных участников рынка кредитных услуг, контор, предлагающих скорую финансовую помощь в Наринмаре, предостаточно. И, как показывает практика, ежегодно туда обращаются десятки горожан. Клиентов в основном привлекают заманчивыми предложениями. Это различные акции, якобы низкие проценты. А чтобы получить наличные, нужен только паспорт. В большинстве микрофинансовых организациях деньги выдают под 1% в день. Это 365% годовых. В ходе рейда общественники проверили деятельность четырех микрофинансовых организаций. Теперь координаторам федерального проекта «Народный контроль» предстоит детально ознакомиться с документами кредитных контор. Результаты озвучат позже. Микрофинансовая организация не должна брать никакие предоплаты, какие-то там страховые взносы. Это как бы сразу можно ставить под сомнение ее деятельность. Также микрофинансовая организация, которая добросовестная, она не будет брать у вас никакие ваши документы в залог оставлять и делать какие-то там еще манипуляции, либо какие-то ваши личные вещи. Грузовикам закон не писан. Жители первых трех домов, что на улице Первомайская, жалуются на водителей большегрузов. По словам собственников, они не просто нагло игнорируют правила дорожного движения, но едва ли не каждый день подвергают опасности жизни, в том числе детей. Накануне с проблемой ознакомилась целая рабочая группа. В ее состав вошли представители органов власти, активисты Общероссийского народного фронта, а также сотрудники госавтоинспекции. Иван Кутейников расскажет подробнее. Грузовые машины выезжают с территории морского порта и, видимо, в целях экономии. Времени, чтобы быстрее выйти на главную дорогу, срезают свой путь. Проехать напрямую они не могут, потому что стоит запрещающий знак. Поэтому водители сворачивают во дворы ближайших домов. Местных жителей такой маршрут не устраивает. С этой проблемой собственники бьются уже далеко не первый год. Дошло до того, что жильцы были вынуждены обратиться в ГИБДД. На этом участке установили знак, ограничивающий движение для большегрузов. Правда, он мало кого останавливает. Проезд через дворы тоже не выход. Ведь мало того, что габаритные автомобили портят дорогу, так еще и представляют опасность для гуляющих и играющих здесь детей. Ладно легковые, это же мелкое, так сказать. Скорая там все. А они как пойдут греметь. То дитё заплачет, то нет. Надо поставить знак и тут, и там, и сделать конкретно. Заезжайте оттуда, выезжайте оттуда. А здесь не надо эту проезжать. А у нас там детская площадка, представляете? А там дети маленькие, год, два, три. Бегают, они же не успеешь за ними усмотреть. Усмотреть, выскочат, и вот из-за поворота, вот из нашего дома, и, не дай бог, что-то случится. И там знак надо поставить. Были прецеденты, когда водители прямо на дороге теряли часть своего груза, тем самым создавая проблемы как другим автомобилистам, так и пешеходам. Были примеры о том, что блоки падали, груз вываливался из дороги неровная, которая ездит междворовая. Поэтому были случаи, которые действительно влияли на безопасность людей и движения автотранспорта. Выслушав претензии жильцов, рабочая группа предложила несколько вариантов решения проблемы. Один из них – ограничить въезд во двор так, чтобы проехать могли только легковушки и автомобили экстренных служб. Это самый короткий путь, потому что это могут сами жильцы решить, земля принадлежит им, они могут восстановить, это недорого достаточно, это бы и быстрое проблемное решение. Проблема разрешится. Второй вопрос – значит городу проработать, разработать проект организации движения по улице Сапорогина с тем, чтобы перекрыть вот этот участок дороги. Это второй. Таким образом сюда смогут заехать любые машины, я имею в виду пожарные, спецтехника любая, и останется движение для легкового транспорта. Практика показала о том, что знаки есть, их поворачивают, всячески стараются уйти от ограничения этого вопроса. Поэтому тут надо более кардинальное решение принять о том, чтобы, может быть, блокировать выезд, шлагбауму поставить. В ГИБДД же обещают уже в ближайшее время усилить контроль в данном микрорайоне. Наряды ДПС здесь будут дежурить чаще. Кроме того, инспекция разработает специальные памятки для собственников, которые помогут им правильно фиксировать все нарушения со стороны водителей грузовиков. Возможно, после штрафов большегрузы будут реже нарушать правила дорожного движения. Иван Кутенников, Александр Дуркин, Телеканал «Север». В регионе могут разработать новую для округа систему страхования оленей на случай массового падежа. Об этом шла речь на встрече Александра Цибульского с исполняющим обязанности руководителя профильного департамента Михаилом Ферином. Разговор состоялся накануне. По словам Рио-губернатора, до него дошла информация, что в нескольких хозяйствах субъекта наблюдаются случаи заболевания рогатых животных копыткой. Так в народе называют некробактериоз. Я хотел понять, насколько серьезно, по вашим данным, уже сейчас объем заражения. Я, насколько знаю, это уже несколько выше, чем в прошлом году. Нам сейчас надо принимать какие-то меры профилактические для того, чтобы это ни в коем случае не переросло в масштаб какой-то, пусть даже небольшой, на эпидемии. Все-таки это серьезно влияющее на поголовье заболевание. Да, конечно, мы знаем. Во-первых, мы работаем в взаимодействии с нашей ветеринарной службой. Эту ситуацию мы знаем. Могу сказать, что, так сказать, ТСПК, КАПХОСЕР, две бригады, две стада, которые в Ангурее находятся, они очень достаточно сильно заражены. Есть заражение у Харпа, есть заражение у Ижинского оленевода. Надо сказать, что это сезонное заражение. Оно происходит как раз, как правило, летом. И с наступлением холодов уходит. Это зависит от качества почвы, это близость к морю, это зависит от, ну скажем так, гнуса насекомых, которые летают. Второе. У нашей ветеринарной службы есть лекарство, называется НЕОКС-200, очень хорошее лекарство, наше отечественное, которое практически сразу дает результаты. Вот, это раз. Второе. Во всех хозяйствах есть методичка, а как действовать в этом случае. То есть, по большому счету, надо следить за оленем и на ранней стадии, ну скажем так, чистить ему копыта, вычищать оттуда все и применять вот это лекарство. Поэтому, я думаю, эта ситуация стабилизируется, вот, придет в норму. Но, мы поговорили с ветеранами, кто давно работает, вот лет 40 назад, ну скажем так, при той системе управления, они получали страховку за падеж оленей в этом случае. Мы это изучили, сейчас готовим свой порядок компенсации страхования, получения страховых выплат. Если вы это поддержите, он у нас пошел, оценку регулирующего действия, мы сейчас делаем финансово-экономическое обоснование, то мы могли бы это вынести на наше заседание, администрацию и рассмотреть возможность компенсации в случае вот таких массовых вещей. Насколько я понимаю, вы предлагаете механизм аналогичного страхования имущества, да, то есть люди платят какой-то страховой взнос, затем, если наступает страховой случай, то компания страховая выплачивает им соответствующую компенсацию. Давайте посмотрим, не знаю, пока не могу никому на это отреагировать, но вы тогда мне доложите его подробнее. Между тем, во время встречи Михаил Ферин подробно доложил главе региона об итогах празднования Дня Оленя. Празднование Дня Оленя За это время, ну, есть немножко цифры, 25 тонн полезного груза перевезли для оленеводческих хозяйств, ну и кроме этого, был ряд интересных моментов, которые хотелось отметить. У нас работала наука, это представители Архангельско-федерального университета, которые изучали идентичность коренного населения, так сказать, и как праздники у нас проходят, такой интересный момент. Были взяты пробы земли, где еще в прошлом столетии были заражения сибирской язвой, сейчас они ее изучают, это тоже такой хороший момент. Ну и кроме всего прочего, по взаимодействию прокуратуры, они в четырех хозяйствах провели прием населения. Сейчас они эти вопросы обрабатывают, но спектр вопросов достаточно интересен. Это и трудовые отношения, раз, это пенсионное обеспечение, два. Есть такой вопрос, ну, мы с вами не раз его встречали, когда встречались, о разрешении на оружие, особенно в том, где дикие животные, точно такой вопрос, о субсидиях, естественно. И даже был такой вопрос, что пропал сигнал одной из радиостанций, который раньше был. Вот, по договоренности с прокуратурой будет совещание, на котором все работают и будут, все вопросы будут рассмотрены для того, чтобы принять решение, как решить и помочь населению. Все проблемные вопросы, которые озвучил исполняющий обязанности руководителя профильного ведомства, еще раз детально обсудят на Совете по оленеводству. В Нарин-Марион состоится в сентябре. Александр Цибульский заявил, Совет должен стать открытой площадкой для всех, кто причастен к данной отрасли. Я еще раз повторюсь, хочу, чтобы Совет по оленеводству носил такой очень неформальный характер, чтобы мы на нем обсуждали вопросы, которые имеют практическое значение для людей, которые занимаются оленеводством. А не просто в виде дежурных докладов, чиновников, которые собираются. Мы с вами имеем достаточно возможности пообсуждать это и без того, чтобы собирать здесь людей из стульки. У предприятия «Амдерма-сервис» сменился хозяин. Крупнейший моб населенного пункта теперь принадлежит Заполярному району. По словам представителей администрации, смена собственника не отразится на текущей работе коммунальщиков. Предприятие и дальше будет содержать поселковые дороги, жилищный фонд, а также оказывать населению банные и ритуальные услуги. Заполярный район, в свою очередь, будет обеспечивать местных жителей теплом, водой и светом. Этим займется «Севержилком-сервис», филиал которого уже появился в Амдерме. Компанию по «Северному завозу» также осуществляет предприятие. На сегодняшний день дизельное топливо завезено почти в полном объеме. Первые семь выпускников Ненинского округа официально стали студентами. Итоги вступительной кампании опубликовали два вуза. Это Северно-Арктический федеральный университет имени Ломоносова, а также Российский государственный социальный университет. Традиционные партнеры нашего региона по целевой подготовке специалистов. В основном квоты на обучение предусмотрены для подготовки будущих врачей и педагогов. Впрочем, по запросу Департамента образования, культуры и спорта САФУ готов выпустить учителей математики, информатики, физической культуры, биологии и иностранного языка. В этом году подключиться к такой работе было предложено и другим органам власти и предприятиям. Так, для Наринмарского АТП университет будет обучать специалиста по направлению эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Еще один местный выпускник зачислен в Российский государственный социальный университет по направлению туризм на экономический факультет. А вот информация по целевым местам для будущих медиков станет известна позднее. Напомню, подготовку специалистов за счет федерального бюджета вузы проводят только для тех предприятий, которые находятся в собственности государства. Будущий работодатель обязан организовать учебную, производственную и преддипломную практики. А вот у тех, кто еще не поступил, есть возможность пересдать ЕГЭ. Прием заявлений уже стартовал. Дополнительные сентябрьские сроки. Последний в этом году шанс получить удовлетворительную оценку по двум обязательным предметам – математике базового уровня и русскому языку. Пересдать экзамен имеют право те, кто по разным причинам не прошел итоговую аттестацию в основной период. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта, на сегодняшний день вновь написать ЕГЭ желают шесть местных выпускников. Согласно общероссийскому расписанию, 4 сентября ребятам предстоит сдать русский язык 7 числа базовую математику. Резервный день для сдачи обоих предметов определен на 15 сентября. Добавлю, выпускники прошлых лет, а также выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании, в этом году к участию в ЕГЭ не допускаются. Что касается заявлений, то документы принимают в Нинницком региональном центре развития образования. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционный прогноз погоды. До встречи в эфире.